здравствуйте в эфире ежедневная программа 13 регион с вами рауль габитов в очередной раз я расскажу вам о том что произошло в шимкенте за минувшие сутки наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий но обо всем по порядку озлоблены на популярных певцов житель шимкента разорвал афишу с их фотографией буквально завтра на широких экранах страны стартует премьера нового фильма с музыкантами широко известной в казахстане группы на инте уан в главных ролях рекламный баннер о дате выхода кинопроекта висел на одном из крупных торговых центров города именно его в клочья разорвал хулиган проходивший мимо таким образом он решил выразить личную неприязнь к артистам молодого человека задержала охрана мы совершали обход и увидели мужчину рвавшего плакат он не стал оказывать сопротивление и убегать а просто подошел к нам и стал объяснять свою позицию мы вызвали полицию и передали задержанного альянда пальцах измек келлен чахар обзору беже задержаны был абсолютно тресвый адекватен снимающий его видеокамеры он отнесся совершенно спокойно решил рассказать о причине своего поступка ларва 7 на мать но эта группа мне не нравится так как они ведут себя женственно эти ребята портят нашу молодежь я понимаю что мой поступок неправомерен но что поделать достоинства превыше этого для дальнейшего выяснения обстоятельств полицейские забрали молодого человека в рвд в очередной раз в шимкенте произошел пожар прошлым вечером в районе кирпичного завода загорелась сухая трава и мусор из-за ветра пламя быстро распространилась и грозило перекинуться на гаражи местные жители вызвали пожарных которые прибыли оперативно и ликвидировали угрозу еще один пожар произошел близ скотного рынка на этот раз также горел сухостой пламя полыхало на пустыре а потому ущерба чьему либо имуществу нанесено не было чтобы потушить огонь пожарные пустили вход все подручные средства воду и хлопушки в конечном итоге огнеборцы справились задачей в шимкенте мошенница обманным путем завладела тремя миллионами тенге 21 августа в альфа-рабийский ровд заявлением обратилась 35-летняя потерпевшая она сообщила что некая девушка обещая помочь в оформлении кредита получила у нее 300 тысяч тенге исчезла с аналогичными жалобами к стражам порядка обратились еще несколько граждан спустя некоторое время сотрудники полиции вышли на след и задержали предполагаемую мошенницу и оказалась 22-летняя жительница сарагашского района по версии следствия подозреваемая причастна как минимум 10 аналогичных преступлений по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье мошенничества сотрудники альфа-рабийского отдела полиции просят граждан ставших жертвой аферы со стороны подозреваемой насибы юлдашевой обращаться по телефону 102 такова была хроника криминальных событий за минувшие сутки напомню что если вы стали очевидцами пожара дтп или преступления звоните к нам по телефону 56 16 32 если вы зафиксировали какое-либо происшествие на камеру мобильного телефона отправляйте материалы на вот сап 13 региона номер вы видите на экране наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки с вами был рауль габитов будьте бдительны и берегите себя